Перенесемся в Россию. Владимир Путин в ночь на 7 января в полном одиночестве отправился на рождественскую службу в Благовещенский собор Московского Кремля. В январе прошлого года Путин также встречал Рождество один в храме на территории своей резиденции в Новоагарёве. Тогда в Кремле объяснили это эпидемиологическими предостережениями. Теперь, почему подобным образом все выглядело, как вы сейчас видите на своих экранах, не поясняется. В Благовещенский собор Кремля, где Путин побывал на службе, построен в XIV веке. Это объект культурного наследия федерального значения. Тем не менее, как говорится на сайте Московского Патриархата, в нем проводятся богослужения в престольные праздники и по особым случаям. В прямом эфире к нам присоединяется Леонид Гозман, политолог, политик, психолог. Леонид, я приветствую вас, слышите ли вы в студию «Дожди». Добрый день, с прекрасным случаем. Мы вас слышим и видим, и приветствуем в эфире. И вопрос главный, очень-очень простой. Вот мы смотрим на эти кадры, и на меня они по-прежнему уже, сколько уже, третий день производят огромное впечатление. Особенно если мы сравним с тем, как это было прежде, когда Владимир Путин на рождественское богослужение появлялся в храме Христа Спасителя вместе со своими соратниками и вместе с огромной паствой, какими-то детьми, взрослыми. И теперь он один, для него, по сути, служит службу. Если говорить про какой... Почему это происходит именно подобным образом, как вы объясняете? Ну, вы знаете, вот я пытаюсь встать на место Владимира Владимировича, вот с его точки зрения. Он же принимал это решение. Почему он принял это решение? Я вижу два возможных объяснения. Одно — это совершенно патологический страх. Просто патологический, да? Ведь когда он стоит в окружении паства другой, да? То есть мы прекрасно понимаем, что эта паства — это тоже в основном, по крайней мере, офицеры федеральной службы охраны. Вот сейчас, когда он поздравлял нас с Новым годом на фоне каких-то солдат, одну из дам в военной форме, там опознали, она еще недавно была в таком платочке по правую руку от Владимира Владимировича. Здесь я вас перебью, Леонид, потому что есть и версия, что все же это не она. Но, наверное, это не столь принципиально. Да, это действительно не столь принципиально. Извините, может, это и не она. Но то, что у него в основном ряженое, ну, это как бы очевидно, да? По-видимому, он боится их тоже. Одна версия — это просто патологический страх. Он просто дико боится, чтобы к нему кто-нибудь подходил. Боится настолько, что он не может с собой совладать. Вообще то, что он с собой плохо владеет, это видно по выражению лица его на этой службе. Посмотрите, насколько оно мрачное, насколько оно какое-то, ну, мягко говоря, непраздничное. Он же изображает из себя православного человека. Не верю, что он верит Богу или в черт, или в кого-нибудь. Ни на секунду не поверю. Но он, по крайней мере, изображает из себя. Но если ты изображаешь из себя, ты постарайся вообще изобразить, лицо держать. Он же лицо не верит. Значит, первое — это страх, конечно. Страх и невозможность владеть собой, не способность владеть собой. Второе объяснение, мне кажется, что он уже настолько, так сказать, преисполнился в представлении о собственном величии, что он считает, что с Богом общаться ему надлежит одному, один на один, чтобы никто Господа не отвлекал от важного разговора. Понимаете, это, конечно, говорит ещё и не только о его психологическом состоянии, психическом, да, это говорит ещё и о состоянии нашего государства. Потому что государство, любое государство, там, авторитарное, там, неважно, легитимный правитель, но вот он существует, да, любое государство — это некоторая связь между правителем и народом, да. Ну, вы люди тёмные, дикие, а я вас, так сказать, окормляю, опекаю, защищаю. Это возможная концепция, да. Но я вас защищаю. Я с вами, да, а вы со мной. Вы едины со мной, потому что я вас защищаю, я такой великий и так далее. Например, да, но это предполагает некоторую совместную жизнь, да. И хотя, конечно, тираны всегда жили в отдельных охраняемых дворцах и прочее, и нельзя было их увидеть на улице, как можно увидеть, можно было увидеть на улице, не знаю, канцера Меркеля или ещё кого-то, но в некоторых случаях они выходили к людям. Они выходили к людям. И вот таким самым распространённым случаем было и совместное богослужение. Единая вера, она считается, что объединяет народ и так далее. И вот он, ну у нас не так много православных, как говорит святейший Патрон Кирилл, на эту службу, вот на эту рождественскую службу, по официальным данным, её посетило, ну не в этом храме, но вообще по всех храмах России, посетило 1,3 миллиона человек. Это меньше 1% населения России. Это один из главных праздников. Тем не менее, хорошо, вот эти 1,3 миллиона, с которыми он себя как бы идентифицирует, потому что он тоже идёт на службу. Ну так ты встань с ними, ты встань с ними, да? Ты покажи, что и ты, и они равны перед Богом, там, ну какие-то вот такие вот вещи, да? То, что демонстрирует любой государь, любой президент там всегда и так далее. Нет, он стоит один. Он с Богом разговаривает наедине. Мне кажется, что это не только психологические проблемы конкретно вот этого Владимира Владимировича Путина, это и показатель того, что государство, вот в таком, ну, обычном понимании государства, где власть как-то связана с подвесным народом, у нас уже не существует. Я вообще думаю, что главный итог 2022 года — это уничтожение России.